Здравствуйте! 8 марта в 10.40 утра на окраине Архангельска у дома номер 6 по улице Силикатчиков в округе Варавина фактория стая бездомных собак искусала 8-летнего мальчика. В результате нападения животных ребенок погиб. Это сухая статистика, за которой бездомное человеческое горе. Эта беда не оставила равнодушным никого. Мнения людей буквально разделились на два противоположных лагеря. Категорическое «долой» и «примирительное, но нельзя же так». Я лично за цивилизованное и гуманное решение наболевшего собачьего вопроса. Поэтому и пригласила в студию программы «Такие дела» Елену Зубову, председателя Архангельской региональной общественной организации «Поморский зооцентр». Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Тамара. Ну что ж, начнем мы, конечно, такой трагической ноты, но не вспомнить об этом нельзя. Как же обстоят дела после этой трагедии? Какие приняты меры? Ну, во-первых, хотелось бы выразить соболезнования родителям мальчика погибшего, поскольку мы тоже, как родители, понимаем, как это больно и страшно терять своего ребенка. После трагедии 8 марта в Архангельск приезжал заместитель главы Следственного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров. Зоозащитники встречались с ним, передавали ему пакет документов. На сегодняшний день следствие еще не закончено, и мы не знаем причины настоящей гибели ребенка. После этой трагедии в Архангельске повсеместно начались жестокие истребления животных. Началась бессмысленная бойня. Было убито очень много собак различными способами. Их травили, их стреляли, преимущественно в дневное время, на глазах очевидцев, на глазах детей, что уголовно наказуемо. Мы писали в милиции, в прокуратуры, губернатору, но нигде не могли добиться того, чтобы остановили это. Все это было под прикрытием громких слов о эпидемии бешенства, что не было документально никаким образом подтверждено. На сегодняшний день я имею официальную бумагу от начальника ветнодзора Копосова о том, что 8 апреля установлено, что никакого бешенства в итоге не было. То есть получается, что собаки были убиты вообще ни за что. Кроме того, были нарушены все законодательные моменты Российской Федерации, порядок отлова животных, поскольку животное должно быть поймано и содержаться на карантине в течение 10 дней. Животные просто убивались, оставлялись на улице, какие-то увозились. Да, это действительно очень печальные факты. Это продолжалось, наверное, месяц где-нибудь так. Сейчас как-то поутихло это. Это поутихло, потому что большинство животных уничтожено. По официальным данным уничтожено 374 безнадзорных животных. Из них 208 голов в Архангельске, 54 в Новодвинске и в Северодвинске 63 головы. Вот мы сложили эти цифры и у нас получилось 325 животных. Нас интересуют вопросы. Мы писали в прокуратуру и губернатору, а куда же делись 49 животных, где они находятся. Потому что по правилам они должны находиться в пункте передержки в течение 6 месяцев. На это в первом квартале этого года было выделено 4 150 400 рублей. На то, чтобы они там содержались, с ними работали ветеринары. Мы, когда звоним ветеринарную инспекцию, спрашиваем, где находится животное. Ведь были уничтожены не только безнадзорные, которые были и любимцами двора, но и под раздачу, так называется, попали домашние животные. В ветстанции нам говорят, что животные были убиты. То есть нигде никаких концов найти не можем. Ну и никто не понесет наказание. И никто не понесет наказание. Лен, а как вы считаете, в чем причина в этой сложившейся ситуации? Ведь мы дошли до точки трагедии с ребенком. Ну что еще может быть хуже, правда? Ситуация сложилась таким образом, поскольку власти бездействуют. В декабре 2012 года полномочия по отлову собак безнадзорных были переданы как раз инспекцией по ветеринарному надзору, то есть области. Инспекция не справляется со своими обязанностями. Они объективно не справляются? Объективно? Вы как считаете? Я не знаю. Объективно, необъективно. Сделать можно все. И зоозащитники предлагают свою помощь. Мы можем помочь даже организации пункта передержки. Лишь бы нам выделили здание. Мы готовы на свои личные средства, которых мы тратим немало, кормить этих животных. У нас есть ветеринары, которые в свое свободное время помогают нам. Они могут кастрировать, стерилизовать, лечить этих животных. Мы можем пристраивать. Мы пристраиваем очень много животных в добрые руки по договору. Мы курируем их. Мы следим за их дальнейшей судьбой. Это все сделать реально. Было бы только желание. Да, технология, собственно, такая. Это каким образом должен быть такой механизм работать? Значит, собака отлавливается. Кем? Отлавливается специальными людьми, у которых есть специальные средства, специальные машины. Ведь собака должна перевозиться при определенной температуре в зимнее время в машине. Определенная температура в летнее время. Должны применяться какие-то средства для ее отлова. У нас, к сожалению, таких средств нет. И мы были бы готовы сотрудничать с инспекцией по ветеринарному надзору для того, чтобы, может быть, они бы отлавливали, а мы бы в пункте передержки, куда помещают собаку, уже ее осмотрели, завели на нее ветпаспорт, кастрировали, стерилизовали. Если собака там, допустим, агрессивная какая-то, социализировали ее и искали бы ей хозяина. А у нас такие пункты передержки существуют? Тоже было нашумевшее дело, да, с этим пунктом Петр Первый, насколько я помню. Да, пункт передержки, насколько я знаю, есть на Кузнечевском промузле, вот в этой ветстанции. Был в Новодвинске у Флоры дизайн. Больше пунктов передержки я не знаю. Нам предложили здание в Цигламине, вот этого завода, которое отремонтировано. На сегодняшний день нам отказали в этом здании, нам предложили. Ну, потому что, возможно, функции по отлову обратно передадут городу. То есть городу, если передадут городу, то городу будет некуда девать этих животных, им нужно это здание. Хотя они не отказываются от нашей помощи. Мы были на встрече с Виктором Николаевичем Павленко, в общем, он согласен с нами сотрудничать и идет нам на встречу. Но здание это они нам дать пока не могут. Они нам предложили рядом другое здание. А вот здание требует очень больших вложений. Мы, в принципе, рассматриваем этот вопрос. Мы готовы. Но хотя бы нам нужна какая-то, хоть какая-то помощь от города, от области для того, чтобы все это сделать. Потому что мы люди обычные, простые. Мы не миллионеры, да. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы нам помогли. Какие ближайшие шаги у вас по устранению этой ситуации? Все-таки вы немножко двигаетесь как-то к цивилизованному отношению между человеком и животным, да? Да, конечно. Мы стараемся. На данный момент мы занимаемся тем, что нам по силам. Мы видим животное, мы его спасаем, мы его держим у себя дома, в квартирах. Мы его лечим за свои деньги, заводим на него ветпаспорт и ищем добрые руки. А вот те приюты, которые существуют у нас, Островок Надежды, что у нас, Накатунино, вот каково сейчас у них положение? Какая ситуация? Ну, положение, положение. Эти приюты, они существуют на средства волонтеров, людей, которые их организовали, и неравнодушных граждан. Кто чем может, тот тем помогает. Конечно, им очень сложно, сложно выживать без поддержки. Но там очень сплоченный коллектив. Они стараются, ну вот выживают как могут. Лена, а есть примеры в других городах, где этот вопрос решен? Ну или, по крайней мере, есть у нас на кого равняться? Вот мне понравилась ситуация, которая сложилась в Тюмени. У них построено на данный момент 55 площадок для выгула собак. Функции отлова лежат на специальных каких-то службах. Но после того, как они ловят собаку и отводят ее в пункт передержки, она уже все находится в руках, так сказать, зоозащитников, которые, вот, то, к чему и мы стремимся, да, которые занимаются всеми функциями по этой собаке, вплоть до ее пристройства в добрые руки. У нас-то возможно, наконец, вот такое? Ну, вы знаете, на сегодняшний день сложно сказать. У вас руки не опускаются? Руки бывают, что опускаются, потому что мы бьемся, как будто бы головой в железные двери. Все бесполезно и тяжело, понимаете, дома содержать бездомных животных, в квартирах обычных, вот, но с новыми силами каждым днем мы занимаемся, да. Кроме того, мы ведь занимаемся этим после работы. У каждого есть работа. В основном зоозащитники – это люди с высшим образованием, имеющие хорошую должность. И после работы в свое свободное время мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Согласитесь, что каждая трагедия или какая-то беда, которая связана с животным, с бешенством или еще с какими-то трагическими ситуациями, какую волну просто вызывает людской ненависть, озлобленность. Вот как не допустить распространение этой агрессии? Ну, мне кажется, что нужно вести пропаганду гуманного и нравственного и бережного отношения к животным. Вот, если взять детей, то среди детей очень много волонтеров во всех приютах. А дети, они по своей сути, они добрые, они любят животных. И если мы, взрослые, будем своим примером поддерживать в них вот это чувство ответственного отношения к животному, то это было бы очень хорошо. Но многие взрослые показывают совершенно другое. Они жестоко относятся к животному, а дети, они учатся у взрослых. И поэтому наша задача все-таки давать хороший пример гуманизма и доброты, а не жестокости и насилия. Мы даже сейчас не будем говорить о тех истинах, откуда берутся эти бездомные животные, правильно? Это ведь мы с вами, люди, такую ситуацию и создаем, правильно? Да. Они ниоткуда не рождаются, конечно, корни в общем все равно в этих отношениях, в наших человеческих. Ну и у меня напоследок три блица вопроса. Готовы? Каких собак можно безболезненно и безопасно держать в городской квартире? Ваши советы? Знаете, на моем опыте я могу сказать, что можно держать любых собак в квартире, если человек готов к тому, чтобы у него дома появилось животное, если он перелопатил кучу литературы... Подготовиться надо все-таки, да? Готовиться нужно обязательно, вот. Собака может быть маленькой, собака может быть большой, здесь разницы абсолютно нет никакой, при условии, что вы ее будете любить, соответственно, за ней ухаживать, вот, выгуливать, и тогда она вам подарит массу положительных эмоций. И дрессировать еще, воспитывать. И дрессировать обязательно, воспитывать, и без этого вообще никак, иначе собака будет вам не в радость, а в тягость, вот. Поэтому... Любую собаку можно держать в городской квартире. Как должен выглядеть идеальный приют для бездомных животных? Идеальный приют для бездомных животных? Это должно быть помещение, в котором можно содержать теплое помещение, оборудованное, чтобы была вода, электричество, газ, отопление, чтобы можно было содержать маленьких животных, щенков, допустим, кошек, да, кошки у нас тоже страдают, чтобы было помещение для персонала, который ухаживает за этими животными, веткабинет какой-то, карантинный кабинет для животных, и должна быть большая площадка для выгула, и теплые вольеры для собак, море вкусной еды, воды и неравнодушных волонтеров. И счастливые животные. Да. Спасибо большое, Елена. Да, продолжите фразу. Собака – это... Собака – это счастье, это радость. Спасибо вам. Это была Елена Зубова, председатель Архангельской региональной общественной организации «Поморский зооцентр». Спасибо. И все же никто так не учит быть людьми, как собаки. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...